Всем тихой ночи! На этом канале, в плейлисте со связанными организациями, есть уже все крупные действующие группы в мире SCP. Ну или почти все. Потому что, когда я просматривал список на сайте, я увидел довольно большую организацию, имеющую отношение к немалому числу объектов, которой еще не уделялось внимания. В 1997 году мужчина по имени Тим Уилсон в возрасте 42 лет решил коренным образом изменить свою жизнь. Чем бы он там ни занимался, он забросил свои прежние дела и стал изучать дикую природу. И быстро обнаружил, что в местности вокруг его родного городка по имени Боринг обитает довольно много крайне странных животных. Уилсон придумал теорию, что его небольшой городок каким-то образом привлекает странных зверушек. И нужно этих зверей изучить, и по возможности спасти от охотников. Уилсон собрал целый клуб вокруг себя и своего занятия, довольно быстро разросшейся до немаленькой организации, которая получила название Wilson Wildlife Solutions. Эту группу людей нередко называют просто общество Уилсона. Общество Уилсона привлекло внимание фонда SCP только в 2008 году, когда в нем содержалось уже довольно много аномальной живности, да и сама организация была довольно крупной. Потому руководство SCP заключило с обществом договор, согласно которому Уилсон сообщает обо всех аномальных животных фонду и отдает тех из них, которые представляют существенный интерес для тайного фонда. А фонд взамен оказывает всяческую поддержку и помощь в вопросе содержания. Что же случилось в 2008 году? Уилсон поймал белого медведя, который поглощал тепло. Животное буквально делало пространство вокруг холоднее. Небольшой клуб любителей странных животных не смог удержать свое новое приобретение, потому что когда его попытались засунуть в клетку, начался сильнейший шторм. Все замерзло и медведь убежал. Большой штормовой медведь был убит агентами отдела необычных происшествий в ФБР, которые смогли найти и само место, откуда он взялся. Там они арестовали и допросили Уилсона по поводу этого события. Лидер общества спасителей зверей на допросе рассказал в том числе и то, что они живут на деньги, которым жертвует анонимный доброжелатель, на средства которого он ловит и держит зверей. ФБР попытался расследовать личность этого доброжелателя, однако расследование по непонятным причинам было прекращено, а к самому Уилсону пришли люди из SCP. Оказалось, что у занятия Уилсона нашелся тайный покровитель в фонде, который отправлял деньги, а после случая с медведем он решил, что с обществом надо начать работать напрямую. Покровителем этим был директор зоны фонда номер 64, которая находилась неподалеку от городка Боринг и была в основном создана для наблюдения за сущностями из карманного измерения под названием Три Портланда. Он уже довольно давно заметил добрых спасателей необычных зверей и даже внедрил к ним своего агента, который сообщал в SCP обо всех находках общества. И после инцидента с медведем директор зоны 64 решил взять эту небольшую группу под свой контроль и покровительство. Сотрудничество это оказалось выгодным для обеих сторон. Фонд SCP получил множество новых SCP объектов в коллекцию, а сам Уилсон разжился технологиями, с которыми можно держать в узде самых странных и страшных зверей. Да и денег у него завелось немало. На сегодня Уилсон сдал фонд 20 различных существ, а сам он у себя держит более 30. В общем текстов по этой организации довольно таки много и получается, что она где-то на уровне основных игроков мира аномального. Кроме того, иногда фонд SCP присваивает номер SCP некоторым животным, но позволяет обществу содержать их самостоятельно. Например, как это было в случае с SCP-3466, когда аномально умные вороны начали воровать деньги у людей, чтобы покупать себе еду в фастфуде, а затем поумнели настолько, что даже пытались открыть свой собственный ресторан. Кстати, в итоге у них это получилось. Или вот взять к примеру SCP-3160, ос, который приобрели способность из материального состояния переходить в такое, что насекомые в нем представляли собой конструкцию из концепции и идей. Вот такие вот меметические приколы. Фонд SCP также присвоил этому явлению свой номер, 3160. Но вот содержание оставил на совести Уилсона, и тот на удивление неплохо справился, для чего нанял аномального художника, а тот создал инсталляцию, с идеей которой осы, будучи в меметической форме, сливались, а вот выбраться обратно и стать живыми насекомыми уже не могли. Также фонд SCP получил от общества бобров, умеющих строить подобие человеческих зданий, которые они видели, сороконожек, прорывающих кротовые норы в другие миры, кузнечиков, размножающихся делением. А еще попался целый нарвал, способный бить молниями прямо из своего рога. В некоторых случаях фонд консультируется с обществом. Как-то раз мог фонда, который ходит по аукционам аномальных вещей, проводимым Кит, выкупил там кошку и собаку, которые показали удивительную способность. Они могли разговаривать. Прежде чем посадить животных в камеру содержания, сотрудники фонда спросили, что Уилсон думает по этому поводу, и он посоветовал держать их вместе. Похожий случай произошел с SCP-5074. Там агенты фонда тоже пришли на аукцион Камкит и купили обезьяну, способную печатать на печатной машинке разные осмысленные фразы. После совещания по поводу судьбы объекта было принято решение отдать его Уилсону, что и было сделано. Там ему создали комфортные условия, и оказалось, что обезьяна обладает сильным литературным талантом, да еще и обширными знаниями в области истории и культуры, а также животные в курсе о природе некоторых аномалий. Но основная часть контента общества Уилсона это не SCP-объекты, которые к нему относятся, а собственные аномальные звери, которых эта организация насобирала достаточно много. У этой организации есть свой формат записи о них. Чаще всего это предложение забрать животное к себе, то есть общество Уилсона в основном просто пытается куда-то пристроить своих питомцев. Например, вот енот по имени Бандит, которому пытаются найти хозяина в одном из аномальных измерений под названием Три Портланда. Кстати, большую часть зверей Уилсон пытается отправить именно туда, ведь город, существующий в карманном измерении и населенный существами, не все из которых являются людьми, это идеальное место для аномальных животных. Но даже у местных обитателей постоянно возникают какие-то проблемы с этим енотом, и его сдают обратно. Енота оказывается сложно брать на руки, потому что он гораздо тяжелее, чем может показаться на вид. Еще он все время пытается сбежать, при этом он имеет пользоваться всеми возможными приспособлениями и устройствами, потому его нужно держать в мощной клетке с надежными запирающими механизмами. Дочитав документ до конца, мы узнаем, почему так происходит, а именно мы узнаем, что этот енот на самом деле человек, которого все просто считают енотом. Впрочем, иногда животных все же удается пристроить, как, например, это было в случае со свинкой по имени Жемчужина, у которой был бесконечный желудок. Об этом я уже рассказывал в видео про рестораны Имброуза. В общем, свинью приготовили и съели. Вообще, все записи общества Уилсона поначалу похожи на рассказ о какой-то милой зверушке, но в конце начинается разный мрачный гримдарк. Так что чем-то забавным общество Уилсона назвать нельзя. Еще у этой организации много текстов, связанных с другими группами из мира SCP. Некоторых животных они получают от Развлечудова, когда оригинальный доктор пропал из мира, и его место заняла наследница. Она передала Уилсону живые игрушки веселого доктора, например, обезьяну-киборга со множеством имплантаций. Наследница надеялась, что такие добряки, как Уилсон и компания, будут теми, кто наконец позаботится о бедном животном. Вот только в итоге обезьяну забрал фонд, посчитав, что вещи, сготовленные Развлечудовым, нельзя просто так доверить кому-то. Так что теперь это объект, который размещен в камере 3879. Среди животных, относящихся к другим организациям, была и акула от центра пинания акул, и топир, созданный коллективом Анир, способный поедать сны. А еще обществу Уилсона удалось отобрать поющего медведя у цирка всего тревожного. Фонд SCP изучил медведя, но интересов такой аномалии не проявил, и даже не стал вносить его в свою базу данных, потому поющий медведь по имени Майя теперь просто развлекает аномальных зоозащитников. В целом, общество Уилсона – это организация из мира SCP, о которой лучше всего читать в самую последнюю очередь, потому что она очень много ссылается на всякие штуки, которые могут быть знакомы только человеку, уже довольно давно изучающему сайт SCP. Что неудивительно, ведь SCP изначально совсем не про животных, но в конце концов в мире SCP же есть животные, и некоторые из них аномальны. Аномальным животным аномальные зоозащитники. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok